Доброе утро! Доброе утро! Нам с Ниной волею судьбы выпало читать лекцию про завершение. Не про пост, контакт, не про окончание, про завершение. И мне хотелось бы во введении этой лекции сказать несколько слов, о чём я собираюсь рассказывать, потому что, ну, неизвестно, удастся ли обо всём. Но, по крайней мере, наметить какие-то части, которые мне кажутся важными, мне выдаётся необходимым. Ну, первое, что мне хотелось бы сказать, это найти связь завершения с тем, что постулирует гештальт-подход. Это связь завершения с осознаванием, связь завершения со здесь и теперь, связь завершения с чувствами, связь завершения с когнитивными какими-то процессами. И я думаю, что последнее, что очень важно, это то, что завершение не всегда понимается как окончание. Завершение ещё понимается как интеграция. И об этом пару слов мне тоже хотелось бы сказать. А я буду говорить, как жить после интенсива. Если говорить о завершении, то важно сказать о точном чувстве того, что завершается. И это, по мне, один из самых главных моментов, потому что интенсив – это некоторое мероприятие, которое с ясным завершением. То есть определена дата, определено место, определено время. Но поскольку завершение – это процесс, то не все процессы могут завершиться в определенное назначенное время, в назначенном месте и в назначенную дату. Некоторые из них могут завершиться, некоторые нет. И поэтому приходится интегрировать, то есть завершать гештальт в том месте и в то время, где вас застает завершение. И в этом смысле это требует некоторого навыка, некоторой внимательности, некоторой осознанности, для того, чтобы это завершение произошло наилучшим способом и наименее болезненным. То, что сейчас наблюдается в мире, я вспоминаю такой хороший термин, который существует в кинематографе и литературе. Он называется «саспенс». Это неожиданная неопределенность. И этот саспенс авторы культивируют так, чтобы держать в напряжении читателя или зрителя. Известные вам фильмы Хичкока – это как раз пример вот такого саспенса, когда ужас ждет за углом и вдруг внезапно возникает перед тобой, когда ты ни к чему не готов. И, безусловно, это захватывает, это погружает в ситуацию, но вместе с тем и в некотором смысле суживает сознание. И потому перейти к осознанности иногда бывает очень тяжело. Уважаемые мною коллеги еще называют это эскалацией аффекта. И это правда, потому что некоторая драматизация, которая наблюдается сейчас в окружающем мире, она оказывается, похоже, одним из главных инструментов, чтобы ввести человека в состояние дезинтеграции. Важно понимать, что дештальт-подход связан с психологией, с психологией восприятия. Наше восприятие устроено таким образом, что мозг человека достраивает необходимую картину, чтобы картинка приобрела некоторый смысл, некоторую форму, некоторую завершенность. И в этом достраивании очень важную часть занимает осознание. Прежде всего, для того, чтобы что-то интегрировать, важно понимать, кто этим занимается, кто это делает. И тогда очень важным моментом является возвращение к себе. Возвратиться к себе возможно, осознавая свои телесные ощущения. И некоторые базовые эмоции, которые из них вырастают, которые менее связаны с социумом. И опора на эти базовые эмоции – это такая инстинктивная опора. Опора на инстинктивное, которая показывает нам опасность, которая показывает, чем не надо заниматься. Ну, например, отвращение, которое показывает вовлеченность и так далее. Но этот возврат к себе возможен через тело, через осознание того, что я есть, где я есть, каков я есть и что мне доступно. И вот это осознание – это то главное начало, с чего начинается завершение. Без этого, по сути, нет того, кто завершает. И если нет того, кто завершает, то и незавершённость продолжается. Иногда это культивирует для того, чтобы оказаться в каком-то драйве. Ну, таким образом, чтобы часто эксплуатировать симпатоадреналовую систему. Надпочечник и адреналин выделяют, и хорошо, и симпатическая система в тонусе держится. И таким образом человек приятно возбуждён на всю жизнь. И это вот приятное возбуждение, оно не всегда даёт возможность остановиться, приглядеться, что-то осознать, почувствовать себя, ощутить, каков я, что мне подходящее, что мне не подходит. И зачем я что-то делаю? Я это делаю на автомате, или мне это действительно нужно сейчас, в данной мере? Это осознание оказывается осознанием трёх, по моему впечатлению, процессов, которые иногда проходят параллельно, а иногда нет. Это осознание процессов мышления, это осознание процессов переживания, чувствования, и это осознание тела. И в некоторых ситуациях, которые могут восприниматься как угрожающие, или как тревожащие, или как неприятные, теряется взаимосвязь между телом, между чувствами и между мыслью. Они оказываются отщеплены друг от друга, и первой задачей, которая, по-моему, важна для завершения, это объединить все эти процессы путём осознавания. Осознавание, что происходит в моих мыслях, осознавание, что я чувствую, и осознавание, что с моим телом. Это же накладывает некоторые ограничения. И важно не стараться делать всё идеально, потому что если культивировать такой подход, то завершение может не состояться. Идеал, как вы знаете, недостижим. И это такой тяжёлый на всю жизнь путь к горизонту, который всё время отдаляется. Поэтому важно интегрировать то, что есть, или любить то, что есть. То, что вот есть со мной сейчас, это самое важное, самое главное, и самое неотложное. Потому что завершить что-то я могу только в настоящем. И в завтрашнем дне, и не во вчерашнем. И это тоже накладывает некоторые ограничения, потому что я не могу завершить свои фантазии, я не могу завершить свои надежды, я не могу завершить свои какие-то переживания, связанные с тем, что ещё не наступило. Может, пришло время? Уже время? Да. Ну, Серёжа, ты говорила о очень возвышенном, о таком общетеоретическом. А я хочу поговорить о каких-то очень прозаических вещах, которые, ну, может быть, связаны уже с возвращением. И, конечно, но чтобы позаботиться о себе, есть вещи, которые, ну, такие очень стандартные после любого интенсива. Это устроить себе какой-то отходняк и не сразу включаться в окружающую жизнь. Если вам, у вас есть такая прекрасная возможность. Вторая важная вещь. Не бросаться на своих родственников со своими открытиями и эмоциями. Потому что они жили, ну, понятно, что они жили совершенно в другом пространстве. И, соответственно, может быть, в более спокойной, может быть, более в такой бытовой жизни. И для них ваша такая эмоциональная заряженность может оказаться чрезмерной. Поэтому важно их как-то поберечь. Тем более в терапии мы часто обнаруживаем массу злости, раздражений и прочих чувств к нашим близким. И есть золотое правило терапии, что пока все это не пережито, не интегрировано, мы не совершаем никаких действий. Я не знаю, удалось ли всем за период интенсива все интегрировать. Поэтому не спешите сразу рассказать своей маме, папе, сестре, мужу, жене про то, на что и как вы на них слитесь. Третье, пожалуй, тоже такое, ну, важное и для того, чтобы возвращаться. Это про то, как кто-то сказал у нас на тренерском сборе, что кто-то спросил, как же мне такому открытому возвращаться в этот мир. Конечно, у меня определенная ирония вызывает эти слова. Но хочу вам напомнить, что вообще-то вот такая честность, открытость, стремление говорить максимально честно про то, что с вами происходит, это инструмент психотерапии. Это не способ жизни. Вообще-то способность врать является важнейшим в детском развитии. Это означает, что они утратили чувство прозрачности, потому что до какого-то возраста ребенку кажется, что он прозрачен для окружающих, что они понимают, что он чувствует, что он хочет, что с ним происходит. И вот способность утаивать и врать, это говорит о том, что, наконец, появились границы, и они понимают, что их внутренний мир непрозрачен. И, в общем-то, не стоит, возвращаясь в обычный мир, использовать инструмент психотерапии как способ жизни и самому быть абсолютно открытым и честным. А если уж вы на это решаетесь, то понимайте, с каким риском вы сталкиваетесь. Не стоит точно так же требовать, чтобы ваши близкие вели себя как на психотерапии, то есть всегда говорили о своих чувствах, открыто, очень прямо. Вот. Потому что они будут их проявлять, и вам придется, и я думаю, опыт нахождения в гештальтерапии, способности наблюдать, чувствовать, замечать различные нюансы, позволят вам тестировать ситуацию и, соответственно, понимать, в какой ситуации и с кем вы можете быть открытыми. Потому что это небезопасно. Что это безопасно. А в какой ситуации вы предпочтете промолчать. И точно так же, в какой ситуации важно нам быть, ну, говорить о своих чувствах, а в каких-то, может быть, не стоит. Не только потому, что это представляет опасность, но потому, что просто нашим близким невозможно пережить погружение в наши чувства. Так же очень хочется, чтобы гештальтерапевты могли говорить не только на гештальтистском языке, но и понимали очень разные языки. Потому что, ну, для кого-то важно говорить о своих, о своей любви. А кто-то просто вам из этой любви приготовит чай. И это тоже такой же язык любви. Не пытайтесь своих близких загнать в психотерапевтический язык. Если говорить еще о каких-то связанных с возвращением в особом контексте, в котором мы находимся. Потому что, но та ситуация, которая происходит, она связана с тем, что нарушена, в общем-то, наша такая какая-то базовая защита, защита, которая нам делает иллюзия предсказуемости будущего. Сейчас мы находимся в ситуации, когда наше будущее довольно непредсказуемо. Для кого-то в большей степени, потому что они знают, куда, к кому они вернутся. Для кого-то в меньшей степени, потому что они не очень знают, куда они отправятся сейчас с этого интенсива, где, с кем и на что придется жить. И в этой ситуации у нас, естественно, возникает тревога. Причем эта тревога на такую неопределенность и неопределенность потенциально опасная. Конечно, мы реагируем. И надо сказать, что, в общем-то, природно мы на ситуацию опасности заточены, потому что наш организм способен очень даже перестраиваться на ситуацию опасности. Но он готовится при этом к тем или иным действиям. Особенность наша, что порой мы не очень, ну, сейчас в этой ситуации, мы, в общем, не понимаем, что нам предпринять. и поэтому подавленная вот эта энергия, подавленное возбуждение, оно естественным образом становится тревогой. Поэтому, как в любом кризисе, в этой кризисной ситуации, которая существует, нам важно отдавать отчет, что тревогу до конца не убрать. И стоит такая специфическая задача научиться ее контейнировать и снижать до того, чтобы она не доходила до панических и хаотических действий. И в этом смысле задействованы все, ну, три уровня. Один физиологический, потому что, ну, подавляя возбуждение, мы должны напрягать наше тело. И в первую очередь, конечно, чтобы уменьшить это переживание, так поджимать наше дыхание, дышать не в полную силу. Но что чревато, конечно, всякими соматическими и психосоматическими попросту нарушениями. Поэтому одна из таких забот в этих ситуациях, она такая простая забота о своем теле и увеличение физической нагрузки. Особенно хорошо все, что связано, в чем задействовано движение верхнего плечевого пояса. очень хорошо плавать, выбивать коврики, в общем-то убирать в квартире и делать какие-то физические действия простые, которые помогают нашему организму, но не зашкаливать и снимать немножко, как ты, Сереж, выразился, адреналинного, снижать симпата адреналовый кризис. Поэтому в этой ситуации будьте как-то больше заботитесь о своей некоторой физической нагрузке, потому что ведь даже большинство наших но не только психических, но и соматических заболеваний современного человека связан не от того, что они перегружены, а от того, что мы вообще-то заточены на большую физическую нагрузку и большинство болезней наших развивается от того, что мы эту нагрузку регулярно просто не добираем. Вторая часть, второй уровень, который задействован в тревоге это, конечно, эмоции, потому что у нас очень много эмоций, там, страха, ужаса, гнева, ярости, возмущения, обиды, стыда. В общем, я не буду вот на этом регистре ярости, злости, ужаса сильно останавливаться, потому что мне кажется, что как раз гештальтерапевты с тем, как с этим обращаться, очень хорошо обучены. Понятно, что надо их выражать, но хотела бы только сказать об одном таком моменте, что, пожалуйста, не обрушивайте это все на одного единственного человека. Вот. И, может быть, не обижайтесь на своих близких, потому что, может быть, в этой ситуации, к примеру, родители и мужья не очень подходящие люди, чтобы с ними отреагировать эмоции, потому что это люди, которые чувствуют некоторую обязанность заботиться о вас. И поэтому ваши переживания могут оказаться для них непереносимы от того, что они чувствуют, что ничего не могут сделать и никак не могут вас защитить. Поэтому не обижайтесь на то, что, может быть, они окажутся в этой ситуации не самыми подходящими людьми для того, чтобы ваши чувства принимать. Но, может быть, нет ни одного человека, который будет способен выдержать все ваши переживания. Постарайтесь это распределить на некоторое количество людей. Кто-то способен выдержать ваши яростные приступы, кто-то ваше желание поныть и пожаловаться легко может перенести, с кем-то можно попаниковать и побояться вместе. Поэтому находить разных людей, которые могут эти чувства разделить и выдержать. Что еще можно сказать? Может быть, я немножко больше хочу сказать про стыд. Потому что с детства мы воспитываемся в некоторой идее, в такой некоторой справедливости мира. и конечно любому родителю приходится заставлять ребенка делать массу вещей, которые ребенку кажутся глупыми, ненужными, бесполезными. К примеру, каждый день чистить зубы, убирать кровать, зачем-то раскладывать игрушки, ходить в школу и делать уроки. В общем, массу каких-то вещей, которые с точки зрения ребенка могут казаться совершенно идиотскими ненужными и его совершенно в этот момент не увлекающими. И поэтому наша идея такая, которую проводят родители, мотивируя, что вот ты будешь хорошим мальчиком, девочком, будешь делать все как правильно и у тебя все будет хорошо. Как будто вот этот мир устроен таким образом, что если правда мы все хорошо и правильно делаем, то с нами ничего плохого не случится. Это вроде очень, ну какие-то детские вещи, но они часто у нас продолжают работать, когда совершенно, если нас спросить на таком интеллектуальном уровне, считаем ли мы этот мир справедливым, то мы конечно скажем, да вы что, ну конечно, какая справедливость. Но у нас есть некоторые все равно часто бессознательно остается вот это детское чувство надежды, веры, справедливость мира, что если мы все будем делать хорошо, что с нами не случится ничего такого ужасного. И поэтому когда происходит, а я иногда сталкиваюсь, что у человека там человек заболел и ему стыдно сказать об этом, потому что сказать об этом в этом есть что-то неправильно. Наверное, он жил как-то неправильно, раз с ним это случилось. И включается ну некоторое чувство стыда, которые мешают. Поэтому когда оказываетесь в трудной ситуации, а сейчас это может оказаться из нас любой, потому что действуют силы, которые ну как-то больше нас, то пожалуйста не думайте, что это с вами что-то такое. Вам не стоит стыдиться, что вы оказались в трудной ситуации. Это ну не ваша вина, это не то, что вы какие-то не те люди, это ну действия некоторых больших сил, чем мы с вами. Ну и третий уровень задействован интеллектуальный, потому что в этом мире перемены неопределенности в общем-то за последний год произошло масса событий. но еще прошлый год расставаясь на интенсиве никто не мог помыслить, что в этом году будет такая ситуация на Украине. Да и вообще очень трудно помыслить, что такое возможно не в Ливии, не в Сирии, не в Ираке, не в Египте, а на Украине. Это просто даже трудно представить. И это тоже предстоит уложить в свою какую-то картинку мира. Это важно сделать, потому что пока что мы свою картинку мира не отреагируем, не отредактируем, и пока мы не сделаем ее какой-то такой, не отредактируем то новое, что мы узнали, может быть, узнали про себя, что мы вообще-то более трусоватые, или в нас гораздо больше ярости и злости, а может быть и жестокости. Пока мы в себе это как-то не признали, не приняли, нам очень трудно предпринимать какие-то действия. по сути получается так, что важно позволить себе, и это позволение составляет некоторые процессы, процесс принятия, процесс признания того, что есть, процесс прощения, ну, прощения, что я не такой совершен. И все эти процессы, кажется, позволяют закрыть вот эту обнаженную, декольтированную, распахнутую навстречу неожиданностям душу. они не так быстрые, как распахивание души. Распахивание души – это более быстрый процесс, он такой, ну, непринужденный, кажется, а для того, чтобы душу закрывать, нужны некоторые усилия, и важно, чтобы эти усилия состоялись. Кроме всего прочего, это некоторая опора, опора на то, что у меня есть. У меня есть в любой ситуации мое тело, на которое я могу опираться и действовать через тело, о чем уже Нина говорила, мышечным образом, снижая тревогу, и у меня есть опора на ценности. Это то достраивание картинки, моей картинки мира, где я точно знаю, что мое, что не мое, на что я могу пойти, на что я не пойду никогда, за что я могу умереть, а что мне отвратительно, мерзопакостно и не подходит совсем. И вот эти опоры на некоторые привычные действия, привычную ситуацию создают ближайшее окружение, они насыщают пространство вокруг меня тем, что я решил. Ближайшее пространство, то, которое поддается моему контролю. Не контроль за тем, что я не могу контролировать то, что от меня не зависит, а контроль за тем, что касается меня лично, моего тела, моих эмоций, моих мыслей, моих ценностей. И тогда мое пространство оказывается вхожим. То есть это значит, что возле меня появляется место, место для другого, с кем я могу поделиться, поделиться либо своей печалью, либо своей яростью, всем тем эмоциональным спектром, который может сопровождать мое данное настоящее состояние. И вот это создание пространства вхожести для другого, мне кажется, очень важно, потому что если другому нет места возле меня, то есть все мои рецепторы заняты, то я не могу делиться, я связан. И связан претерпеванием, потому что вроде бы на близких не очень хочется все это выливать, а других людей в окружении не очень густо получается. И это связано с тем, что мое пространство забито и занято, чем-то получается, что другому в нем нет места. Это пространство тоже может ощущаться. И это дано человеку в ощущениях. Оно может ощущаться как густое, не продохнуть. Оно может ощущаться как насыщенное, или как легкое, или как шероховатое, или как мягкое, или как жесткое, твердое. То есть все те ощутительные переживания, которые даны нам телесно, которые можно узнать на ощупь, которые можно понять по температуре, которые можно понять по болевым ощущениям, и все это может быть задействовано в тонком режиме для того, чтобы обозначать и понимать пространство вокруг себя. И это понимание приводит к тому, что в мой мир, в мой ближайший мир, приходят важные, нужные, необходимые в данный момент нелюди, которые могут справиться с тем, что я несовершенен, справиться с тем, что я поранен, справиться с тем, что я гневаюсь, злюсь или мне стыдно. И это, мне кажется, очень важная часть для того, чтобы осознавать происходящее, и тогда только, если мое пространство свободное, можно обратиться вовне, а не быстро распахивать душу и прямо уже оказываться во внешней среде еще, может быть, не совсем готовым к этому, не осознающим, что со мной происходит. И таким образом разряжать свои аккумуляторы вообще до бездействия. До бездействия, до беспомощности, до безысходности, до растерянности, до незнания и непонимания, где я, кто я, что со мной и как мне быть. И это та часть, которая, мне кажется, очень важна и на которую нужно обращать внимание. Она важна в любой ситуации, но в кризисной ситуации, в ситуации неопределенности, в ситуации управляемого хаоса, который нам предлагают медийные средства и сеть интернет. Это, мне кажется, очень важное качество и свойство, необходимость которого возрастает. Ну, я, Сереж, поддерживаю тебя. Мне кажется, что очень важно не изолироваться. Ну, не очень заводиться на туру щепуху, которую устраивает нам, конечно, деление на врагов, политические всякие битвы и так далее. Потому что надо, мне кажется, отчетливо понимать, что война идет, которая не наша, и она никак не про наши интересы. И нам, скорее, надо искать себе каких-то людей близких, которые будут нас поддерживать. Потом, это общеизвестный некоторый факт, что кризис в изоляции проживается дольше, труднее, тяжелее, чем когда мы окружены какими-то людьми. Поэтому нам важно друг друга поддерживать. И в этом смысле я очень радуюсь, что в этой ситуации состоялся интенсив, что, может быть, у нас разные у всех взгляды. Но мы смогли быть рядом с друг другом, друг друга понимать, поддерживать, сочувствовать, злиться и прожить вместе. Ну, и, может быть, еще хочу сказать такую важную вещь, что что бы ни происходило, сохраните надежду. Потому что всегда за весь мой жизненный опыт и все знание истории говорит, что всегда за тяжелым периодом приходят хорошие. И какой бы сейчас, может быть, тяжелый период ни начинался, не теряйте надежду, что он закончится и что настанет. Что раз сейчас тяжело, то дальше будет лучше. А когда представится какой-то хороший момент, отдохнуть, порадоваться, ну, расслабиться, то тоже надо пользоваться этим моментом. Наши лекции заканчиваются. Хочется пожелать вам удачи во всех ваших начинаниях, стремлениях и возможностях, которые вокруг вас существуют, чтобы вы завершили этот интенсив достойно и не теряя надежды. Всего вам наилучшего. Спасибо.